ищешь новые приключения и увлекательные битвы тогда тебе точно нужно зайти на youtube канал ай . посвященной игре art of war 3 на этом канале ты найдешь самый эксклюзивный контент который не встречал нигде больше владелец канала монтирует видео на высшем уровне составляет отличный сценарий и комментирует ролики настолько хорошо что ты словно сам погружаешься в игровой мир ты просто обязан зайти и посмотреть новые приключения ждут тебя в мире игры подпишись на youtube канал ай . и окунись мир новых ощущений на канале ай . ты найдешь захватывающие ролики с огненными сражениями эксклюзивными комментариями обещаю тебе что каждое видео станет для тебя захватывающим путешествием не упусти возможности стать частью эксклюзивного контента в мире art of war 3 давай прямо сейчас подпишись на его youtube канал и добро пожаловать в эксклюзивный клуб ссылка на его youtube канал будет у меня в описании под этим роликом и в закрепленном сообщении в комментариях также разместил ссылку на его youtube канал у себя в сообществе всем спасибо за внимание друзья приятного просмотра здравствуйте мальчишки и девчонки игровой режим три на три с рандомным подбором союзников способен вызвать нервный понос у многих игроков почти каждый старается выбрать себе в напарники игрока с винрейтом не ниже восьмидесяти процентов чтобы обязательно выигрывать всех приветствую командиры бой 2 на 2 на карте водный барьер и в этом бою нам пришлось противостоять двум скилловым конфидератам по прокачке они я бы сказал наш весовой категории что друзья посмотрим что же у нас получилось в этом бою меня в напарниках игрок с клана психи паренек 62 карта здесь очень интересная морская здесь большая часть карты моря и по краям только суша давно не играл на этой карте друзья давайте же посмотрим как играть на этой карте есть естественно можно играть на земкой так как здесь есть вот этот вот перешейк также можно играть морем основная основные баталии скажем так происходит на море а наземка вы помогаете есть умельцы которые выходят еще и в авиацию до умудряются отыграть от авиации что давайте смотреть вот этот контейнер я схватил смотрите напарник здесь тоже идет борьба по центру у меня получилось хватить спорный контейнер развертка проходит все успел сразу развертки в море выйти напарник тоже все прекрасно заказываем кайманов и сейчас будем производить сбор по морю здесь вот пехоту противника перебил кстати синего цвета у нас играл хакер то есть хакер напротив меня у него прокачка чуть лучше моей по умениям командиром так здесь зеленого цвета у моего напарника будет значит гробовщик так смотрим что происходит собираем по морю неплохо получается кстати смотрите там четко про пролетаю вперед сразу же в тыл база сейчас постараюсь собрать у них в тылу здесь вот тоже схватил один ящик вот здесь в тылу схватил ящик принципе неплохо получилось сейчас еще попробую в тылу забрать два контейнера представляете на зачем я сейчас преимущество но конфедераты гарантированно но я еще и здесь забрал я в принципе по море неплохо собрал но конфедераты гарантированно заберут два больших контейнера это уже сто процентов здесь хотела разведать но крепость сбила все мои планы развиваемся делаем аллигаторов вот видите они забирают большие контейнеры так как у меня кайман не прокачаны бороться я не могу за большой контейнер не очень быстро дохнут кайманы от конфедераты получили ресурсы и быстренько вкладывают их в развитие принципе то что я собрал по морю больше них то это все компенсирует большие ящики вот здесь смотрите третий штаб сразу же ставится две верфи опаются у меня пока только опнулась одна вверх вторую только-только опаю но аллигатор у меня уже готов напарник развеют гробовщика пока ничего необычного третий штаб верфь делаются викинги также стоит заводы герой вот меня посетила очень интересная идея здесь смотрите гробовщик хитрый то есть не гробовщик это у нас получается синий хакер хитрый решил сплавить моему напарнику помочь его про атаковать дельтами здесь вот у него уже смотрите аллигаторы на подмогу выдвигаются здесь я сделал броника для того чтобы уничтожить крепость так и вот тут хитрый план в моем исполнении смотрите залетаю в тыл базы одним аллигатором и начинаю ломать начиная ломать ему вверх да ну вот торпедная платформа умудрилась как-то до меня достать пришлось спрятаться спряталась спрятался также вижу что здесь апается ставится еще один завод по-моему это будет авиазавод вот и еще один хитрый план и все послать туда же 2 аллигатора вот напарник смотрите напарник пытается отбиться от героя от дельт он дельт хакер он отбился теперь ему нужно сбиться от героя гробовщика и отдых гробовщика вот сейчас они ему очень сильно мешает в развитии прям очень сильно а тем временем кстати заводы героев опыта на серафим по моему а гробовщик тем временем потихонечку без проблем развивается вот и не дает развиваться моему напарнику это на самом деле печальная ситуация вот и вот здесь смотрите аккуратненько на голод разведки флота плыву оплываю все препятствия противник меня не должен видеть но за счет голод разведки я его вижу если бы у меня увидел он бы уже в мою сторону поплыл так здесь циклон на разведку вот здесь вот я вовремя приплыл смотрите хакер поставил торпедную платформу но она у него не достраивается так как не хватает электричество видите он посылает трех викингов но один одного аллигатора я оставлю на съедение они же будут на него отвлекаться а вот этот виден плывет в тыл напарник здесь отбивается герой гробовщика выжил вот и напарник сейчас будет делать флот ресурсы вкладывать во флота не в наземную технику чтобы отбиться от раша одно здание минус ну здесь вот смотрите он пытается разведать но так как я его атаку ему сейчас не до циклона и придется мне циклона сожрать так смотрим что происходит дальше здесь вот тоже еще дельта хакера остались напарниках добивает я у него снес вот cisco бы мне добрать я вот здесь до доберу да все отлично я у него забрал два завода плюс центр снабжения то есть сейчас я его на ресурсы маленько просадил вот и смотрите напарник выстраивается в боевой порядок в принципе хакер уже набрал достаточно извините гробовщик набрал достаточно количество флота у меня флота совсем чуть-чуть и напарника прям много-много в этом плане чё-то маленькая прям плоховато сыграл вот смотрите здесь хакер выдвигается у него намного больше флота чем у меня плюс у меня вот еще вас а с будет помогать смотрите пытаемся пытаемся забираю большие контейнеры почти все большой контейнер забрал я здесь естественно хакер меня перебивает у него флота намного больше чем у меня плюс я потратил двух аллигаторов на то чтобы забрать у него здесь завода забрать центр снабжения здесь вот а сам не маленько помогать а вот тут напарник выдвинулся в атаку не знаю на что он надеялся вот эта атака с его стороны конечно была сомнительным сомнительной затея так как у него был не боевой строй а здесь корабли стояли в боевом порядке принимали его очень четко он конечно очень быстро сообразил сразу же ушел в оборону на базу у него нет торпедных платформ смотрите аллигаторы у него в куче я это все вижу и мне сейчас нужно плыть и помогать в срочном порядке плыть и помогать здесь смотрите тем временем я набрал набрал значит а ягуаров вот и набрал дикообразово для того чтобы протоковать по земле то есть почему у меня так мало кораблей потому что я еще думал и о наземной армии чтобы атаковать с двух направлений также выставил торпедных платформ вот три штуки они должны были сдерживать оппонента плюс до заказа плюс мои аллигаторы вот этим временем атаковать по наземке мой напарник видите решил маленько сыграть иначе вот но у рыбовщика больше аллигатор викингов потому что он моего напарника отвлекал этот делал наземную технику вот поэтому него меньше здесь смотрите осу повесил увидеть если вдруг на меня кто-то пойдет заранее чтобы сгруппироваться вернуть своих аллигаторов вдвоем мы пробиваем хакер не помогает не знаю почему я сразу же возвращаюсь обратно увидел что мы гробовщика викингов уничтожили сразу возвращаюсь обратно а вот тут хакер смотрите делает ошибку вот ошибка хакера смотрите какая большая он всех своих викингов двигать вот сюда на оборону он думает что мы сейчас будем бить гробовщика но я убрал викингов назад и сейчас проведу разведку смотрите провожу разведку и понимаю что викинги это все ушли туда и принимаю решение про атаковать правой фланг смотрите говорю напарнику разведы смотри где викинги я залетаю к нему вот сюда смотреть видите у него викинги где они не в боевом порядке они меня даже на не ждут не принимают и вот тут вот вот этим вот хитрым маневром получилось уничтожить викингов хакера смотрите все и напарник здесь сразу же подключается и мы вдвоем их принимаем они плывут к нам смотрите они плывут по одному по два тут подплывают и мы их уничтожаем все здесь у меня здесь смотрите напарник встречает а я здесь здание сооружения ломая плюс у меня еще есть ягуары и дикообраза все вот тут они вот этого маневра совсем не ожидали по плану как должно было быть мы вдвоем должны были идти бить гробовщика поэтому он и поплыл но произошел какой-то сбой диссонанс мы сыграли не шаблонно и тем самым у нас получилось пробить вот этих вот скилловых конфедератов поэтому стараюсь в бою делать нестандартные решения принимать чтобы противник не ждал этого маневра и вот здесь гробовщик просто тоже подходит у него викинги по одному по два и они сливаются вот так вот друзья таким образом у нас получилось пробить одного конфедерата сейчас будем пытаться пробивать 2 вот тут я сразу же плыву в тыл и начинаю ломать здание и сооружения кто-то из них пошел в четвертый штаб гробовщик этот хакер хакер пошел в четвертый штаб ему нужно было делать еще одна ошибка хакера ему нужно было делать флот как можно больше делать флоты как только бы он набрал фулка 3 штаба только потом идти в 4 штаб но он решил сделать иначе вот он решил идти в 4 штаб только потом добрать флот плюсом смотрите тоже ушел на земку потому что я делал на земку поэтому тоже у него было мало флоту и он вышел 4 штаб я подозреваю что хотел щит сделать зевса щитом меня пробить вот но видите что-то пошло не так и у нас получилось пробить флотом принципе наземка не спасет его потому что аллигаторы зевсов щелкают будь здоров вот здесь смотрите все-таки гробовщик пытается выжить из огромнейший заказ флота я так понял наземкой пытался пробиться гробовщик тоже вот но и здесь у нас получается пробиться и мы просто начинаем сносить обе базы конфедерат вот такой вот друзья бой получился вот с такими вот интересными маневрами эта карта сама по себе интересная вот этот вот проход посередине прям конфедерат обычно застраивается вот здесь сопротивленцы не бойтесь проплывайте и прям в тыл базы залетайте начинайте ломать им здание и сооружение в начале боя делать и делать и быстро аллигатора есть скилловы конфедераты которые вот сюда торпедку тоже втыкают но ее можно посередине оплыть то есть она вас не заденет вот такого друзья у нас получился бой всем спасибо за просмотр всем пока и до новых встреч и и Субтитры создавал DimaTorzok